В эфире информационного канала Севастополя новости в студии Дмитрий Дудко. Митинг под стенами бывшей Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 разделил историю полуострова на украинское прошлое и российское настоящее. Ровно два года назад в Симферополе произошли столкновения, жертвами которых стали двое крымчан и еще три десятка попали в больницы. В пятницу в крымской столице вспоминали погибших. Это кадры хроники. Ровно два года назад под Верховным Советом Крыма в толпе митингующих начинаются локальные потасовки и попытки оттеснить друг друга с площади перед парламентом. На 14 часов здесь назначена сессия, на которой должен быть рассмотрен вопрос о статусе Крыма, в частности, присоединении к России. Пророссийским активистам, которых в первое время было значительно меньше, противостоят проукраинские радикалы. Сессия в итоге срывается. Жертвами давки становятся двое крымчан. Еще три десятка попадают в больницы. Мы пришли, вот мы реально пришли на мирный митинг. Но другие сторонники пришли, упакованные, чтобы сделать здесь, как бы, кровопролитие устроить. В первую очередь это шло от Чубарова, от его сторонников. Межилист это вообще разжигал очень сильно, очень сильно. Завел людей в заблуждение. Знаете как? Ну, проплачено все было. Поэтому Джамилев и Чубаров, они, как бы, на тот момент сыграли очень негативную роль для... Во-первых, они предали свой народ, в первую очередь, крымско-татарский. И предали Крым, крымчан, всех предали. Что они и сейчас делают, предают. Два года назад, рано утром 26 февраля, севастопольцы, узнав о том, что в Симферополе будет митинг, и крымчанам нужна поддержка, на автобусах с площади Нахимова отправляются в столицу республики. Тогда еще не вполне сформированные отряды народной самообороны и самообороны Севастополя под руководством Владимира Попкова и многих других командиров организовались. Порядка 150 человек выдвинулись сюда на помощь нашим братьям. Тогда, два года назад, был сделан грандиозный первый шаг по возвращению Крыма, Севастополя в Российскую Федерацию. Да, к сожалению, мы чтим память, погибших в этот день было два человека. Вот, низкий им поклон, вечная память. Мы не ожидали, мы взяли удочки, флаги, и приехали просто, как говорится, с мирными намерениями поддержать крымский парламент. Но мы не ожидали, что здесь будет такая бойня. И когда полетели сначала бутылки, а потом полетела брусчатка, и начали нас душить газом, а потом топтать всех, конечно, это было ужасно. Но спасибо России, спасибо нашему спецназу, что это все показало телевидение. И спасибо всем. Сегодня самооборона Севастополя вместе с крымским ополчением, казачеством и властями вновь у стен парламента. Участники исторических событий вспоминают митинг 2014 года. Эти события на полуострове считают переломным этапом и одним из ключевых в деле возвращения в Россию. Лития и цветы в память о тех, кто не дожил до исполнения главной мечты всего полуострова. Анна Малышко, Андрей Тымчук, информационный канал Севастополя. Создание института, определяющего стратегию развития Крыма, может привлечь на полуостров долгосрочные инвестиции. Об этом заявил советник президента Российской Федерации по вопросам региональной экономической интеграции Сергей Глазьев. По его мнению, таким институтом может стать корпорация развития Крыма. В пятницу в Симферополе на конференции Вольного экономического общества России Сергей Глазьев предлагал разработать механизмы долгосрочного кредитования под низкие проценты и привлечение специнвестконтактов в рамках государственно-частного партнерства. Он предлагает с помощью кредитной политики Центрального банка выдавать определенные гарантии инвесторам и зарубежному капиталу. Сергей Глазьев уверен, все российские банки должны работать в том числе и на территории Крыма и Севастополя, а не игнорировать новые субъекты. Мы не должны так прогибаться под этими санкциями, потому что в конечном счете, если мы хотим жить в едином государстве, с единой правовой системой, то не должно быть никаких исключений и никаких неприкасаемых регионов от того, что кому-то этот регион не нравится. То, что в Америке кому-то не нравится Севастополь, это не основание, потому что Сбербанк здесь не работал. Тем более здесь огромные заделы. Сбербанк здесь работал раньше. И ВТБ работал. Поэтому необходимо возвращать наши банки сюда, потому что они не должны становиться орудием враждебных для России сил. И то, что сегодня их здесь нет, я считаю, что грубейшее нарушение нашей правовой системы, нашей Конституции, если хотите, это личное решение руководителей банков, которые просто плохо понимают, мне кажется, конституционное право. Для привлечения капитала на полуостров необходимо разработать новые условия, поскольку не все практики других субъектов Российской Федерации применимы в Крыму и Севастополе, считает губернатор Сергей Минейло. По его мнению, для полноценного развития новых регионов федеральной целевой программы недостаточно. Необходимо разработать гарантии и начать работу по модернизации инфраструктуры в рамках государственно-частного партнерства. Сегодня есть возможность создать условия здесь, в Крыму или в Севастополе для притока капитала. Подчеркиваю, не только инвестиции, а вообще приток капитала. И тогда, если мы эти условия создадим, то мы сможем реализовывать все, что необходимо. Городским темам. За минувшие сутки в несколько раз увеличилось количество обращений на горячую линию. Люди жаловались на отключение света. В пятницу утром на заседании оперативного штаба по ликвидации последствий ЧАЭС генеральный директор Севастополь Энерго доложил. По городу на сетях электроснабжения произошло три аварии. Одна из них – обрыв кабеля в Инкермане. В результате без света остались несколько садовых товариществ и пещерный мужской монастырь. Предприятие Севэнерго было вынуждено вводить временное ограничение потребителей в соответствии с графиком. Лимитов, подаваемых Севастополю, по-прежнему недостаточно. Губернатор города Сергей Миняйло обратил внимание подчиненных на недопустимость отключения от электричества домов с электроплитами. Вы забываете, что у нас есть дома с электроплитами. И если есть дома с электроплитами, то есть эти же дома с предключением электроэнергии, у них нет ни тепла, ни воды. 1 марта у законодательного собрания очередное пленарное заседание. В повестке значится проект внести неизменений в устав Севастополя. Депутаты предлагают прописать положение о прямых выборах губернатора. Информационный канал Севастополя продолжает специальный проект. Вместе с вами мы взвесим все аргументы за и против. Узнаем мнение горожан, экспертов, сторонников и противников идеи выборности главы города. Губернатора Севастополя нужно выбирать, уверен председатель Совета партии Родина Сергей Смольянинов. Однако, по его словам, время вносить изменения в устав еще не настало. Устав принимался в достаточно тяжелой обстановке. Мы только там прошли референдум, активно развивались события так называемой русской весны. И по уставу было множество мнений. У меня, например, был альтернативный проект устава. Однако, по просьбе, по убеждению заместителя начальника управления внутренней политики администрации президента Севастополя Виктора Валентиновича, устав был принят в той редакции, в которой предлагался. Причем, ну, поправок он был далеко не идеальный. Мы сейчас видим, там, на фоне данного устава развивается конфликт. Там законодательная власть в своей эффективности оставляет желать лучшего. При этом, руководство внутренней политики администрации президента мотивировало это тем, что процесс интеграции в российское поле не закончен. И дабы сохранить результаты народного волеизъявления, мы должны принимать это в том виде, в котором есть. И, соответственно, дальше надеяться на улучшение. Дальше, позже, если говорить о выборах губернатора, то есть тоже севастопольцы давно за это бьются. И, безусловно, я считаю, что губернатор должен выбираться. Вот. Однако, в данной ситуации, вот, как сейчас она развивается, учитывая нестабильность, я думаю, что, ну, какой-то переходный период, он не закончен. И в ситуации нестабильности, ну, я думаю, что мы должны доверять выбору президента в плане той формулы, которая, ну, была предложена. При этом, если говорить об уставе, то гораздо позже, там, спустя, наверное, год, на полицовете партии Родина присутствовал Морозов Олег Викторович, в тот момент как раз руководитель управления внутренней политики администрации президента. Я ему задал прямой вопрос. Я говорю, слушайте, ну, вот, тогда была ситуация, мы приняли вот тот устав, который тогда предлагался. Я говорю, ну, почему? Вы же видите, что он несовершенен, что вот сейчас он породил, там, кучу конфликтов. Тогда было сказано, вы знаете, ну, тогда был Алексей Михайлович Чалый, который предложил этот устав, настаивал на его приеме, на всех позициях. И, собственно говоря, по его просьбе, по его настоянию, учитывая, там, тот кредит доверия, который на тот момент к нему был, мы рекомендовали и просили вас принять такой устав, дабы закончить процесс интеграции. На мой взгляд, сейчас это не самый острый вопрос. Ну, надо посмотреть, как обстоят дела в городе, то есть, как работает исполнительная власть, как работает законодательная власть, проблем выше крыши. На мой взгляд, это сейчас не самый актуальный вопрос, причем, я повторюсь, к нему, безусловно, нужно возвращаться, но в тот момент, когда мы пройдем вот этот вот переходный период, когда мы совершенно интегрируемся. Нужно, главное, в первую очередь, чтобы народ решал, кто здесь будет главным, да, и кто будет отвечать от имени севастопольцев. Он должен быть патриотом Севастополя, вот что самое главное. Спешить никогда нигде не нужно. Вы знаете поговорку по поводу спешки. Спешить не нужно, не торопит время. Дайте хотя бы закончиться чрезвычайной ситуацией в городе. В Севастополе разыскивают пропавшую без вести Анну Сергееву, 2001 года рождения. По информации правоохранительных органов, девочка ушла из дома утром 12 февраля и до настоящего времени не вернулась. Приметы Анны Сергеевой на вид 14-16 лет, рост 165-168 сантиметров, среднего телосложения, волосы, русы, прямые ниже плеч, лицо круглое. Была одета в светло-бежевое пальто, зеленый свитер, синие джинсы или черные брюки. Если вам что-либо известно о местонахождении Анны Сергеевой, просьба сообщить по телефонам полиции 54-41-81, 59-43-00, 59-44-95 или 102. К другим темам. Об итогах работы за прошлый год и планах развития информационных сетей на 2016-й рассказали на совместной пресс-конференции начальник управления информатизацией связи города Вадим Двориненко и директор Севтелекома Ростислав Громов. Активно набирают обороты продажи сим-карт севастопольского оператора мобильной связи Севмобайл. Планируется, что к концу марта количество абонентов приблизится к 15 тысячам. На данный момент ведется работа по привлечению к сотрудничеству юридических лиц и корпоративных клиентов. Разрабатываются новые тарифные планы и акционные предложения. За 2015 год Севтелеком принес в казну города 50 миллионов рублей. Средняя зарплата работников предприятия – 21 тысяча рублей в месяц. Активно ведется совместная работа с правоохранительными органами по противодействию хищения имущества госпредприятия. Напомним, в прошлом году злоумышленниками было демонтировано и украдено более 100 километров телефонного кабеля. Также в рамках реализации программы «Безопасный город» в ближайшее время в центре Севастополя и местах массовых скоплений людей будут установлены порядка 30 высокотехнологичных камер наблюдения. Вся информация будет в режиме реального времени поступать на пульты органов правопорядка. В дальнейшем подобными камерами планируют оборудовать все районы города. «Цель создания оператора была прежде всего в том, чтобы с одной стороны повысить надежность и качество услуг мобильной связи, предоставляемых в городе, а во-вторых, решить целый ряд социальных задач, начиная от задач формирования наполнения бюджета города, заканчивая тем, что как дочернее предприятие города мы должны принимать активнейшее участие в реализации социальных проектов, которые правительство города реализует». «Безопасный город» на самом деле это огромный, очень огромный комплекс мероприятий, который состоит из отдельных сегментов, и мы поэтому пошли по пути. Вот сначала один сегмент сделать, потом второй, потом третий, наращивать его. Ни в одном субъекте Российской Федерации из 85 безопасный город в том виде, в котором он должен быть, не сделан. Ни в одном. Мы решили пойти все-таки мелкими шагами, но делать конкретные дела». Также итоги подвели в Совете Нахимовского муниципального округа. Депутат Вячеслав Просветкин рассказал, в 2015-м разработали ряд социальных программ и провели порядка 11 мероприятий в сфере культуры и спорта. Введут парламентарии приемы граждан. Чаще всего люди обращаются с жалобами по вопросам ЖКХ, состояния дорог, получения гражданства и организации территориального общественного самоуправления. «По ТОСам. На сегодня этот вопрос очень интересен. Почему? Потому что ТОСы, они у нас идут с самого низа. Это организовывается население, и население уже начинает развивать непосредственно тот участок, на котором оно у нас зарегистрировано и проживает. Поэтому для муниципальных образований это интересно. И мы на сегодня всячески стараемся помочь в этом. Вот только сегодня, перед тем, как ехать сюда, к нам пришли жители в Нахимовском районе и положили дополнительные документы на организацию еще одного ТОСа. То есть на ближайшей сессии это будет рассмотрено». Нужны ли Севастополю в курортный сезон туристско-информационные центры? Где их разместить и как они должны выглядеть? Эти и другие вопросы обсуждали в ходе круглого стола предприниматели, общественники и чиновники. Пришли к выводу туристическая сфера города в стадии стагнации. Основная причина – отсутствие правового документа, регулирующего отношения в этой области. Было решено выйти к правительству Севастополя с предложением инициировать принятие закона о туризме. Без него многие вопросы не имеют решения. Как пример, приводилась ситуация, сложившаяся в городе с экскурсоводами. В эту профессию может прийти любой, поэтому есть опасность дилетантского отношения к работе. Организатором круглого стола выступил общественный экспертный совет при губернаторе Севастополя. Секретарь организации говорит, такие встречи необходимы для того, чтобы обсудить проблемы прошлого сезона и не допустить их повторения в будущем. Севастополь – это исторический город, это туристический город, это культурный город. И развитие туризма, а именно то, чем мы занимаемся, это вот основное направление нашей деятельности. И хочется, чтобы наш город был не просто туристическим, а туристическим на высоком уровне. И чтобы решить те проблемы, которые возникают, нужен хороший, качественный диалог. Ну и для этого мы пригласили представителей власти и с одной стороны, и с другой стороны директора фирм, компаний, которые занимаются туристическим бизнесом. Также в ходе круглого стола обсуждались новые формы туризма. В частности, общественно-экспертным советом прорабатывается возможность оказания экскурсионных услуг инвалидам. Месяц по борьбе с туберкулезом стартует в Севастополе в первый день весны. Это ежегодная акция, приуроченная к 24 марта, Всемирному дню борьбы с инфекционным заболеванием. Помимо традиционных информационных и диагностических мероприятий, в городе запускают социальный проект. Он разработан с целью профилактики и лечения больных туберкулезом. На сегодняшний день, для кого не является секретом, что туберкулез является проблемой, хотя и прилагаются огромные усилия. И в вопросах финансирования, в вопросах организации направлено на снижение эпидемии. И в Российской Федерации, и в городе Севастополь, и за последние 7 лет мы имеем тенденцию к снижению заболеваемости, к снижению смертности. Но тем не менее, как метко подмечают все мировые эксперты в области эфтезиатрии, в области эфтезиоэпидемиологии, что современный туберкулез – это проблема, которая не решается только финансовыми. Она решается организационными и другими нестандартными подходами. Мы подготовим группу добровольцев, которые будут заниматься с этими трудными пациентами, для того, чтобы предотвратить этот отрыв от лечения и по возможности помочь им решить, преодолеть эти социальные барьеры или социальные какие-то проблемы, которые провоцируют этот отрыв. То есть попытаться поменять их образ жизни, насколько это будет возможно. Об укреплении института семьи говорили в пятницу представители городских властей, общественники, деятели культуры и педагоги, организаторы встречи региональное отделение Союза женщин России и Совет отцов Севастополя. Участники поднимали вопросы помощи неблагополучным семьям, улучшения условий пребывания детей в садах и школах, культурно-просветительской деятельности и нравственно-патриотического воспитания. В итоге приняли резолюцию. Документ направят в правительство. В нем разработки социальных, образовательных и культурно-досуговых проектов. Необходимо развивать социальное партнерство, правительство, муниципальное образование, общественные институты. Мы должны совместно участвовать в едином проекте, который будет направлен на укрепление семьи, на формирование ответственного родительства. Мы сформировались. Это федеральный проект. Он существует во всех федеральных центрах практически. И цель, задача Совета отцов – это помочь родителям, школам, государственным структурам, чтобы общественность помогала им в этом непростом деле. На горе Четырдак водрузили флаг Севастополя. Очередное восхождение в рамках проекта «Вершины нашей Великой Отчизны» приурочили ко Дню Защитника Отечества. На высоту около полутора тысяч метров поднялись студенты, школьники, общественники и другие любители активного отдыха. К группе присоединились и сотрудники информационного канала Севастополя. После восхождения на вторую по высоте вершину Крымских гор путешественники отправились на Эклизи-Бурун. За время похода группа преодолела 43 километра. В преддверии 8 марта активных севастопольцев ждут новые путешествия, уверил председатель Федерации скалолазания Севастополя, мастер спорта Александр Ляпон. Да здравствуй, Севастополь! Безумная свобода. Свобода того, что ты ставил себе цель и достигаешь ее. Впечатление изумительное. Самое главное, что меня порадовало, что вместе с нами 26 человек шло, было много молодежи. Вот это радует. Это то, что они сейчас не сидят ни в барах, ни курят, не пьют. А вот именно они прошлись. Вот даже для меня все-таки, для спортсмена, который прослужил в определенных, и то мне было трудновато. На ринге 7-й детско-юношеской спортшколы проведены предварительные и полуфинальные поединки традиционного турнира по боксу, посвященного Дню Защитника Отечества. В соревнованиях принимают участие 139 юных боксеров из Анапы, Семииза, Ялты, сел Ромашкино и Верхнесадово, а также спортклубов Победа и Молодость. Первенство проходит в трех возрастных группах. Убедительные победы на ринге в этом туре одержали Никита Соколов, Абос Исаматов, Максим Шведюк и Иван Гоцу. Команда нашей школы выступает неплохо. Очень порадовали ребята Балаклавского отделения. Исаматов Абос провел отличный бой с парнем Санапы. Выиграл убедительно. Григорий Дэвиденко выиграл бой хороший. И Максим Шведюк тоже, как бы, наша звездочка, хорошо выиграл поединок. Я выступал в весовой категории 37 килограмм. Сегодня был у меня первый бой. Я победил и вышел в финал. Совершенствую спортивное мастерство под руководством мастера спорта Александра Андреевича. Шведюка Александра Андреевича. Кировская ярмарка «Меха» в Севастополе. В продаже шубы из норки, мутона, нутрии, лисы и все по доступным ценам. Действует и гибкая система скидок. Натуральные меховые изделия представлены в холле кинотеатра «Россия. Площадь 50-летий СССР». Ярмарка продлится до 28 февраля. Более полутора тысяч изделий из натурального меха. Большой выбор шуб и головных уборов представили организаторы Кировской ярмарки в Севастополе. С 25 по 28 февраля каждая модница сможет приобрести модель на свой вкус. Для покупателей широкий ассортимент, доступные цены, высокое качество изделий. У нашей компании богатые традиции. Мы уже на данном рынке более 10 лет. Товар у нас весь сертифицированный. Сырье, которое мы приобретаем, тоже у нас, соответственно, произведено в Российской Федерации. То есть за качество товара мы отвечаем. В преддверии Международного женского дня мы решили сделать подарок вашим женщинам полуострова и привезли вам большой ассортимент меховых изделий по доступным ценам, хорошего качества. Порадовать женщин модными фасонами шуб организаторы ярмарки решили в преддверии 8 марта. Меховые изделия из мутона и норки – признак отличного вкуса, благосостояния и уверенности в себе, считают специалисты Кировской меховой фабрики. В каждом гардеробе у любой женщины должна присутствовать шубка, любая, будь то лиса или норковая шуба. Обязательно, потому что это подчеркивает ее статус. Очень красивая и очень… Она, любая женщина в любой шубке, будет очень элегантная и красивая и желанная. Минус 30% на изделия из норки. Цена на них от 35 тысяч рублей. А мутоновые шубы от 16 тысяч рублей. На них тоже есть скидки до 40%. Размеры от 40-го и до 68-го. Продажи укороченные и длинные модели. Выбор норки вообще шикарный, большой выбор. Модельки современные. Вот я померила три модели. Все разные и очень шикарно все смотрелось. Даже для моего возраста. Вот из мутона тоже я смотрю, очень хороший у них. Вот очень большой выбор. Стильные такие модели. Их с капюшончиком. Я довольна. Я присмотрела. Вот подумаю до вечера. Там, может быть, с дочкой приду еще раз, посоветуемся и что-то выберу. Потому что скидки хорошие делают девчонки. Молодцы. Все меховые изделия соответствуют российским ГОСТам. Производитель гарантирует высокое качество продукции, ведь на российском рынке компания уже более 10 лет. Кировская ярмарка продлится до 28 февраля. Посетить ее можно в кинотеатре «Россия» на площади 50-летия СССР. Выставка продажи открыта с 10 до 19 часов. Алифтина Игнатьева, Данил Паршин, информационный канал Севастополя. Это были новости на информационном канале Севастополя. Следите за развитием событий вместе с нами. В студии был Дмитрий Дудко. Я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин